8 марта не повод для подарков и букетов, а возможность еще раз поднять вопрос о гендерном равенстве. В Киеве и других городах Украины прошли марши за ратификацию Стамбульской конвенции против домашнего насилия. В столице на демонстрацию собрались сотни молодых людей. Не обошлось без провокации, рассказывает Инесса Занина. 8 марта повод заявить о равных правах как мужчин, так и женщин. Несколько сотен молодых людей вышли на Софийскую площадь в украинской столице с требованием принять Стамбульскую конвенцию против домашнего насилия. Ее Украина подписала еще в 2011-м, но до сих пор Верховная Рада не ратифицировала, а значит прописанные в ней постулаты не работают. На данный момент разговоры и дискуссии о том, чтобы исключить из Стамбульской конвенции понятие гендера и сексуальной ориентации, оно исключает в принципе саму идею ратификации этой конвенции, потому что либо она принимается полностью, либо она не принимается. Также мы выходим, понятное дело, за трудовые права женщин, за противодействие дискриминации, за права ЛГБТ и пытаемся сказать о том, что сегодня день именно борьбы за права женщин, а не просто какой-то праздник весны и красоты. То, что права сексуальных меньшинств нарушаются, участники марша знают не понаслышке. Мужчины также ущемляются в своих правах, просто я как гей, как представитель ЛГБТ, я тоже ощущаю на себе притеснение. Даже в плане работы меня уволили касательно моей сексуальной ориентации. Я, конечно, пытался написать, вызвал полицию, чтобы как-то это все начать, это дело, но сотрудники полиции даже не написали протокол. Они просто уехали и ничего не сделали, поэтому они нарушили право меня как человека на работу. Маршрут марша организаторы изначально не разглашали, боялись провокаций, и они не заставили себя долго ждать. Противников акции оказалось четверо. Участников демонстрации они пытались облить кефиром и зеленкой. Полицейские, сопровождающие колонну демонстрантов, вовремя пресекли все попытки сорвать мирную акцию. Нарушителей задержали, а марш против домашнего насилия продолжил свое шествие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова